Суперсовники МНС разом с санитарными службами проверять все закинутые домы в городах и вёсках центральных регионов. Нежилые будинки нередко протягивают сомнивных особ, альбо детей. Вынику ротовальники фиксуют выпадки у сгорания, альбо травматизма. Зараз в области наличивают больше за полторы тысячи таких будинков. Цитрапицы они под знос, ведая Антонина Станкевич. Олесь Астровская, вёско-городок Червинского района, приезжая каждое лето. Тишиня, свежая поветра, некранутая природа, усё радует на малой родиме. Пасторальную дылью псуют хиба, что два нежилые домы по суседству. Дети лазят, знаете, что и эти, ну всякая гадость ползает, не хочется, вот эти вот заросли, там и ужи какие-то, поэтому как бы страшно, да. Когда ухоженный двор, когда вот такое вот, тут может быть неизвестно что. Али докладная дома, знаходжение на территории таких домов можа быть небезпечным. Ротовальник Сергей Каузунович некольки разов на тыдень проверяя закинутые будинки. По махчимости доступ у их ротовальники обмяжовывать. Али нават великий замок, но рад тиспынить, например, тикауных детей. Наветвальники могут принести с собой запалки. Пожар, який с лёгкостью можа перекинуться на суседние домы, не а редкость. Подпалили и за счёт этого может возникнуть какая-то чрезвычайная ситуация, вот таким образом. Ну и в процессе может быть, конечно, мало ли что, скажем так, крыша балки, они всё-таки гнило и представляют опасность. Ну мало ли что, ребёнок он затронул и упало, и соответственно какая-то травма. Проводятся рейды с заинтересованными структурами, выявляются бросовые дома, проводится определённая работа по их сносу. В дальнейшем, что способствует снижению количества пожаров и гибели людей. Зараз в области ротовальники суместно с иншими службами выявили больше за полторы тысячи таких домов. Найлепшее выезд из ситуации изнести их, а одночасово зарабить это немогчимо. Изнести дом можно и за один день, коли взяться за работу, как треба, а с початку местовые улады повинны переконаться, что на углу не засталось и никаких нащадков. Признать будинок нежилым можно только просуд, после чего сельский выконавший комитет и отримливая дозвол на взнос дома. Старшиня Ляцкого сельсовета тлумашить. Процедура склада она и потребует шмать часом. По-перше, собрать все документы. По-другому, мало просто изнести дом, треба еще и добро упорядковать территорию после таких работ. На сегодняшний день, в 2014 году, мы пять домов признали таким бесхозным. Четыре дома полностью снесли. И в данный момент тоже это работа, по восемь домов таких тоже готовятся документы. Практически ежегодно этот процесс работы не останавливается. Количество домов исчезает наследники. Какие-то дома бесхозные переходят, оформляются собченники, некоторые дома появляются опять иду бесхозные. Процессы это как раз не останавливается. На взнос одного дома из мясцовых бюджетов выдатковывается коля 4 миллионов рублей. На первый взгляд, сумма не слишком натуральная, но если помножить ее на полторы тысячи, именно это столько домов треба снести в области, отрабатывается, что выдатковываются великие сроки. Но все это дели безопасности людей. Антонина Станкевич и Юрий Сахадзе. Агентство Теленовин.